Намасте, дорогие друзья. Намасте моим старым подписчикам, друзьям и новым, которые пришли от Ирины. Очень приятно. Я сейчас в дороге, еду в торговый центр. Еду на встречу с подругой, встретиться. И у нас совместно с ней маникюр. После этого мы хотим забежать в несколько салонов, ой, в салонах, простите, в несколько магазинов. Для чего? Для того, чтобы купить какие-нибудь курты. Вообще я скоро, через сколько? Через три дня уезжаю в деревню. Кто не знает, родители, мы проживаем с родителями. А деревня находится 300 километров от Мумбаи. Получается, называется деревня Ратнагири. Обязательно для вас сниму, все вам покажу. Так как скоро праздник Гонапати, мы хотим праздновать обширно в деревне. Родители всегда уезжают систематически в деревню на все праздники, их религиозные праздники. Вот, и поэтому мне нужно какое-то купить праздничное, либо сари, либо курту. Но я посмотрю, возможно, сари я не буду покупать, как-то не хочется деньги тратить на сари. Но у меня есть, я его куплю, потом я его все равно не буду носить, оно для меня неудобное. А вот курту, да, курту я уже вчера купила праздничную, я вам покажу, на рынке, в Калаба Маркет, рядом, где сейчас Ирина снимает отель, да. А вот сари, не знаю, посмотрю, куплю, не куплю курту, да. Очень много в торговом центре различных индийских магазинов. Вот, сейчас я вам покажу подругу и нашу встречу. Вернее, оно встречается, поэтому, вот видите, я должна туда идти, а не туда едут. Кто не хочет ждать, особенно байки, рикши, светофоры, пробки едут даже навстречу. У меня, получается, всего несколько дней осталось на подготовку. Сейчас я сменю маникюр, сделаю маникюр. У меня мама уже звонит, мама уже без папы индийские. И они уехали на поезде в деревню уже несколько дней назад. И говорят, вот, Ириана, сделай, да мне мама 70-летняя, 71 год им двоим. Говорит, вот, сделай маникюр, купи хорошую сари, как ты там, там, то есть, как ты будешь выглядеть, украшения какие там подбирать. То есть, им очень важно, индейцам выглядеть на праздниках очень так нарядно. Вот, кстати, вот справа торговый центр, который вот этот Танхаус, где вы видите, ой, мамочка, не забыла. Забыла про лежачий полицейский. Вот этот вот Танхаус, впереди серенький, Лассант Альтен, если вы видите, это Танхаус министра строительства города этого Тане. Ну, Тана и Мумбаи, кто не знает, это тоже, как бы, Тана, как пригород. Ну, как пригород, так, у них даже разделения такого нет. Это Тана, это Мумбаи, просто определенные толы стоят. Так, Катя мне звонила, сказала, что она меня уже там ждет. Машину она на мойку сдала. Так, сейчас Катю поснимаю, если она захочется сниматься, то не все хотят знакомиться к такому опублику. Ой. Спешу, 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 спешу. Иди туда. Так, а где же у нас Энтри-то? Не, Энтри-то неправильный. Вот. Чуть-чуть они поменяли, но по месту входа. Вот. В каждом торговом центре они пропускают, они проверяют. Открываю заднюю машину, подкладываю мира. И едем. Сказать им, наверное, нужно на мосты. Скажут, две иностранки с утра в торговый центр. Катя тоже на машине. Торговый центр с одиннадцати у них открывается. Называется любое парковочное место. Да как же классно, что в Мумбаи проблемы с парковками. Все ли туда? Сейчас нам мальчик горящей палкой покажет, куда нам ехать. Прикажет. Говорит вперед, ладненько. Вперед так вперед. Вот, по-моему, это Кати на машине, если я не ошибаюсь. Стоит вот такие. Вот Катя сама, собственной персоной. Привет. Я вот решила. Идем на маникюр? Да. Идем на маникюр. Мы столько много болтали, что мы заболтались, и я не сняла сам салон. Катя, покажи свой маникюр. Вот особенно, да. Красота. Мы остались довольны. Еще вот мой маникюр. Это мои ногти, это не экстеншн, не удлиненный. Мастера молодцы. Понравлю? Мастерство. С каждым разом все лучше. Красивая куртка на тебе. Индийская. Папа Индия, если выбирали тебе. Что мы заказали с тобой? Чолеба Турим? Чолеба Турим. Сейчас мы вам покажем. Каждому две штуки? Две штуки. И, по-моему, многовато, да? Двое-двое. Смотрите, мы заказали. Называется Чолеба Тури. Вот лук. Как бы соус, да? Это называется Пури. Но мы вообще заказали по одной штуке, потому что они очень большие, но и порция в прошлый раз была маленькая. Это нут. Чоле – это нут. Но нам дали, ну, как бы, что-то мы, да, я тебя заболтала. Большие порции, не знаю, с кушаем или нет. То же самое, что мы заказывали в прошлый раз, но в этот раз почему-то нам дали две. Приятного аппетита. Да, приятного аппетита. Так, ну все, вот я Катю провожаю на парковку. А я оставлю, нужно, Кате не хватает лейтинга там, выбрать одежду, а мне нужно еще постоит выбрать. Что там? Провожаем Катю. Молодец, а ты такая истечительная. Да? Так, твоя машина. Да, я так и поняла, что это твоя. Катя, ты сколько уже водишь тут в Индии? Я вожу... Так, если я здесь уже 16, почти лет. О, 16 лет, а минус 3. Первые 3 года я считала, что это невозможно. Соответственно, 13 лет. 13 лет. Да. А вон моя, сзади тебя. Хорошо. Так, ну что, ладно. Давай, пока. Хорошо. А ты завтра сможешь, да? Да, посмотри. Посмотри, да. Посмотри, посмотри. Потому что у меня там, если что, ты... Посмотри, да, по своему времени. Если что, я присоединюсь с утра, потому что мне тоже нужна одежда какую-то посмотреть. Для деревни. Деревню надо, мама сказала, покупать. И Катя поехала по своим делам. Муж. Все, давай, пока, целую, пока-пока-пока. Так, а я пойду, во-первых... Мне нужно посмотреть курты для деревни. Ну вот, друзья, выбираем курты. Вот мой первый сет, как пап, стоит для деревни. Хорошо. Ну да, 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 пойдем сюда. Попробуй, штаммы. Это, я думаю, третьего, четвертого сейчас попробуем. Вот, как вам такого? Это, это прекрасно идет на тебя. Классно, да? Как ты думаешь, как тебе этот цвет? Это цвет хорошего, потому что золотое такое, и прекрасно идет на тебя. Такой обе-пак стоит где-то есть тип. Руки и рублю. Кстати, сейчас, по-моему, отдельный рубль стоит. Это 0,7-0,5 рублей. Да-да, это мельте такой. Что, посмотрим это. Рубль упал в рубль. Сейчас посмотрим, да, папа. Покази зрителям. Нет, с дупатой не очень, да? Нет, левая дупата хорошо идет. Левая дупата лучше, да, вам говори. Ну, розовая, конечно, лучше. Такое ощущение, как будто, слишком религиозное. Да, и вся такая. Посмотри наших зрителей, вот все собрались. Покажи зрителям. Да-да, ничего, ничего. Покажи их. Окей, ясно, ясно. Да. Как у меня не сидит, если не хватает. Да. Итак, вот вам следующий цвет. Вот, а мне первое понравилось больше пик. Больше красиво. Вот тут его чуть-чуть вот. Узко. Ага. Ну, хорошо, покажи здесь. Вот зрителям там. Настоящая. Ну, это тоже хорошее. Да-да, это тоже хорошее. Да. Ну вот, это там повседневная жизнь. Как тебе отлично? Ну, хорошо там. Ну, мне не очень нравится. Ну, так себя. Это не так отлично, но хорошо, окей. Поэтому говорю. Ну, так вот, я приезжаю в деревню, как гости. Это должно выглядеть немножко попрасочно. Да-да-да. А это как это? А это у вас следующий цвет. Вот такой вот царик. Такой курта называется. А, курта. Как тебе цвет? Да, цвет или короче. Ну, не так себе, да? Да-да-да. Не так хорошо, да? И вот курта есть. А, из курта скидору, таки, вы купите сэрю. Конечно. Окей. Но мне цвет не очень нравится, так, красиво. Да. Не говори. Итак, значит, моя покупочка закрыта. Купили мы индийские наряды курты. Пару футболок взяла. И сейчас поедем в Ангиле покупать тоже индийский наряд. Называется тоже курта. И мне нужно так же сэрю купить. Не хотела сэрю покупать, но в итоге позвонили Аи. И Аи говорит, нет, сэрю очень нужно. Но я подумала, она очень нужна. Значит, видимо, у вас очень нужно на праздник именно взять сэрю. Потому что я купила курту, она такой с бутлатой, с таким лотком праздничная очень. А наша мама индийских не сэрю, 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 сэрю. Поэтому нас значит купаться сэрю. А старая сэрю, она не хочет, чтобы она не ехала. Поэтому у вас сейчас тоже в Афине есть и магазин. Такой, единичный, который, как базары. Покажем вам. Пойдем? Ну да. Следующий, наверное, будет Акиля. Пришли в такой магазин мужской. Афиль ушел в тренерочную. Это вот свадебные шампочки. Здесь качественные вещи, катон. Супи, такие курты красивые. Катоновые вещи. Хорошее качество и подешевле, чем в магазине. Большой. Вот, бля. Чуть-чуть побольше размера. Да. Такой возьмем. Сейчас поймем, проверяем, покажем. Посмотрим. Денька. Какой у вас есть? Тыанта? Ты онлайн- milligrams? Во, у вас есть. Да нет, это неuine? Легче сказать. и так вот мужчина консультант надевает на Акиле жилетку в принципе ему понравился этот цвет и жилетка но он сказал что считает что такой вот костюмчик немножко для такого возраста старшего там после 50-60 лет и он говорит что немножко будет не неправильно выглядеть в его деревне потому что там все-таки сохранены вот эти вот аутентичные порядки традиции и сказал что якобы он показывает что он главный да как психологии в одежде вернее даже но я ему порекомендовала наверное если это для пожилого возраста то нужно будет этот поскромнее надеться обычную курту как-то так вот особо не выделяться нарядно но не выделяться и он согласился с моим мнением розовый попробуй желтый не надо розовый мне кажется розовый для девочек нет хотя в индии другой вкус мужчины носят розовый и желтый может быть я не в тренде может быть я не в тренде чем не понимаю хочешь да разбавь разбавь здесь я хотела сказать хочешь разбавь жизнь яркими красками позволь себе померить розовый пиджак после того как он померил ему это не понравилось но мне тоже много чего нравится из яркого но она мне не подходит я считаю что нужно носить и цвета которые подходят определенно к человеку ты как министр здесь вот на этом цвете ему понравился цвет но он сказал что темные цвета не носят на годно поти праздники преимущественно выбирают светлые тона все это а 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 Ой, это мне нравится. Берзи так. Просто берзи. Здесь у меня возникла идея надеть и купить белое саре, потому что разноцветные саре мне не очень хотелось. Мне хотелось либо белое саре красивое, либо махараш-стрян такой стайл, такое вот красное-зеленое. Но мне сказали, что... Акиль сказал, что белое саре не носит замужние женщины, только не замужние, потому что в Индии, кто не знал, белый цвет одежды или саре считается траурным, или носят вдовы со всем, у кого там, кто потерял мужей. Оттуда придешь на меня? Мне нравится этот саре. Хорошо, берем. Просто Акиль говорит, что белое саре, они надеваются. Ну, замужние женщины не надеваются. А они надеваются так сильно. Ну-ка, и тебя... Смотрите, здесь мне консультант уже начинает говорить, что, ну да, лучше, конечно, белое саре можно надеть на какую-то там различные программы, вот, в зависимости, какой у вас праздник. То есть, смотрите, у меня же праздник, я иду как парочка, а мы едем на годом пойти фестиваль, и на нас посмотреть как муж и жену. Тем более, я иностранка, да? И вообще, конечно, белая саре, Акиль сказал, что это будет неуместным, поэтому... Я решила взять другой саре, зеленая, но тут на глазах мне попалось другое красивое объект. Ну, как тебе ощущение? Посмотри. Да, я очень, не знаю, все здесь. Не, пока. Как? Нравится? Я потом там больше убираюсь. Мне эта саре очень понравилась, и из-за того, что оно, несмотря на то, что оно белое, здесь довольно-таки такие обширные розовые вставки, орнаменты с узорами, что даже мне консультанты, да, 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 мадам, берите это, главное не берите то белое, золотистым, чистое, да, пьюр. Вот, и мы купили, остановились выбор на этом саре, плюс заказали к нему блузку розовую. А я с вами не прощаюсь. Всем спасибо.